На повестке дня значились важные для города вопросы. Первый из них – утверждение устава городского поселения в новой редакции с учётом всех замечаний от Министерства юстиции. Докладчиком выступил Денис Малков, председатель комиссии по вопросам нормотворчества. Замечания там сводились опять-таки к тому, чтобы не было какого-то отступления от норм закона, а положения были чётко прописаны, взяты из 131-го закона, например, и вставлены в устав. И не было перефразировано. По данному вопросу народные избранники проголосовали единогласно. Затем к трибуне вышла начальник финансового управления района Татьяна Макушкина с отчётом об исполнении бюджета города за 2017 год. Основные статьи расходов за прошедший год – сфера ЖКХ и дорожное хозяйство. Исполнение бюджета муниципального образования городского поселения «Видное» в 2017 году составило по доходам – 887 млн 345,5 тыс. рублей или 103,4% от утверждённых плановых назначений. По расходам – 919 млн 680,5 тыс. рублей или 95,1% от утверждённых плановых назначений. За предложение утвердить отчёт депутаты также проголосовали единогласно. Следующий вопрос о льготах на земельный налог для пенсионеров, проживающих в городе Видное, вызвал споры. Стоит отметить, что депутаты не могут прийти к согласию уже не первое заседание. Вот и в этот раз вопрос был отправлен на доработку. А в течение недели депутаты должны направить проект решения в комиссию по налоговой политике. Следующий пункт – об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения. Здесь была озвучена мысль, что односторонние изменения в условии договора между администрацией города и юридическими и физическими лицами недопустимы. Могу предположить, что изменение постановления в части изменения методики, о которой мы сейчас говорим, невозможно, чтобы применить к действующим договорам на период до 2020 года. Это вызовет протест. И мой прогноз, что в суде такое решение, если его применять сейчас, будет отменено. Тем не менее, большинством голосов депутаты приняли проект решения в данной редакции. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.